СПОРТАНЗОР А теперь пришел сразу же к нам в гости. Это Денис Кокаяков, старший тренер городской спортивной школы «Одиноборство Бакана». Приветствую, Денис. Здравствуйте. Ну и прежде всего, поздравляю с возвращением в «Альмаматор». Да, в родной стихии. Да, Денис у нас успел побыть замминистра, успел побыть директором училища Липинского резерва. И теперь он снова вернулся к тренерской работе непосредственно. Как возвращение? Так, сразу первый вопрос, перед этим перейдем к основной теме. А знаете, спокойно. Прям чувствуется такая стабильность, спокойствие и та работа, которую я знаю. Ну, то есть, ну, тренерская твоя. Ну, знаете, опыт хороший получил и вот этой административной работы. Конечно, знания еще есть, силы еще есть. Я думаю, что еще поработаем. Но возвращение как бы в родные стены, в родной спортивный зал к своим спортсменам, это всегда замечательно. Ну и здорово. Ну и теперь переходим к основной теме. Школа «Одинобор». Давненько не было в гостях. У нас стартовал уже, ну, по сути, вот две недели, как недели, по большому счету, новый учебный сезон. И я так понимаю, и в вашей школе тоже. Начнем с того, как провели лето, что, где, как, ездили, отдыхали, готовились, тренировались, может, даже кто-то выступал. Ну, лето, знаете, как обычно у спортивной школы, у тренерского состава, это оздоровительные лагеря. Наши тренеры съездили в оздоровительный лагерь «Баланкуль», вывезли туда спортсменов, занимались с ними. Я думаю, что спортсмены набрали хорошую физическую форму и сейчас в сентябре должны показать свой результат. Лично я ездил в городскую оздоровительный лагерь «Меридиан». Там тоже с ребятишками мы позанимались отлично, на третьей смене были. И сейчас я говорю, что вообще для тренера лето – это, как бы, знаете, он же постоянно в работе. И он тоже всегда думает о спортивном результате. Как летом поработает на сборах, такой результат и получишь в сентябре, в октябре, а кто-то даже и в ноябре. То есть тренеры всегда в работе, всегда в поиске, всегда думают о спортивном результате. Ну, ребята, это как сейчас к сборам? Нормально? Вы ехали? Хорошо? Да. Даже дети комнатные, ничего греха. Да, слава богу, нету, знаете, травм. Мы, когда даешь им какую-то нагрузку, мы всегда переживаем, чтобы не было никаких травм, чтобы никаких последствий. Потому что самое главное для тренера, ну, для меня, по крайней мере, это здоровье ребенка. И психологическое, и физическое здоровье. Травм нету, дети оздоровились, дети провели хорошо время в лагерях, познакомились с другими спортсменами, увидели другую жизнь, скажем так, да, и там, вот, меридяне были там и отдыхающие были, и поучаствовали в мероприятиях, даже сделали какой-то совместный номер с другими спортивными федерациями. То есть, отлично провели время. Но, говорю, сейчас будет это. Вопрос сразу, ну, не то, что сразу. Что делают на сборах? Ну, как бы, как ваш день проходит на сборах? Потому что, ну, честно скажу, даже не все родители, наверное, догадываются, чем живут их дети, пока они в спортивном лагере. Да, некоторые родители, я уверен, что, наверное, считают, ну, оздоровление, да мы лучше там съездим куда-нибудь, там, не знаю, за границу, или там по России ездим, попутешествуем. Ну, я, как бы, считаю такая рекомендация родителям, чтобы они выделили время ребенку посетить оздоровительный лагерь. Во-первых, они отдохнут друг от друга. Я считаю, что отдых друг от друга… Тут же детей от родителей. Детей от родителей, да. Или родители от детей, тоже вариант. Самое главное, что я вижу в оздоровлении детей в лагере, это, что они ближе друг к другу узнают, они начинают дружить. Я даже на примере своего сына могу сказать, что после лагеря он начал встречаться с детьми с лагеря. То есть они, как бы, до этого знались, здоровались, но, как бы, вместе не гуляли, в кино не ходили. А сейчас они вместе гуляют, в кино ходят, где-то собираются, футбол пинают. То есть это уже хорошо, что он дома, как бы, не сидит, он с ними… Да даже в те же компьютерные игры онлайн вместе с ними играет. То есть он с удовольствием будет идти на тренировку, потому что этих детей он хорошо знает уже. То есть они вместе ходили, они вместе бегали, да, они вместе занимались. Что включает в себя вот именно тренировки? Это, ну, так называется одним обычным, в общем, словом набор объемов, да, набор массов. Что это включает в себя? Как это вообще происходит? Ну, вот если, допустим, брать… Я не могу за других говорить, да? Ну, да, ну, файл. Могу за себя сказать. Вот тренер всегда планирует. Вот я планирую. У нас есть три недели в оздоровительном лагере. Первые там несколько дней – знакомство с лагерем, знакомство с режимом лагеря, да. Такие водные тренировочки, то есть я их потихонечку, потихонечку набираем объем. Три раза в день тренировки. Это утренняя там зарядка, ну, примерно минут сорок, около часа. Затем обеденная тренировка. Это вот, как бы, можно сказать, основная тренировка. И вечерняя тренировка в основном у всех спортсменов-единоборцев вечерняя тренировка – это либо игровая, они играют между собой, с другими отрядами, с другими спортсменами. Либо они, допустим, прокачиваются, то есть делают общефизические упражнения. У меня это было, мы чередовали. Сначала мы, допустим, сделали комплекс ОФП-шный, это вечерняя тренировка. Я им пишу комплекс в блокноте, в ежедневнике, ложу их перед ним. Там, допустим, отжиманий 100, подтягиваний 30-50 там. И они это все выполняют. Конечно, не за раз, а там подходами тоже все выполняют. Каждый ребенок подошел, посмотрел, пошел делать. Упражнение сделал, опять подошел, посмотрел, пошел делать. То есть они вот этот объем. Неделя проходит, я им, допустим, нагрузку увеличиваю. То есть уже там количество повторений увеличиваю. Они опять этот объем набирают, набирают. Ну, третья неделя, ну, я делаю, набираю максимальный объем. И там за несколько дней до дома я как бы нагрузку сбавляю, чтобы они маленько отдохнули, кайфанули. То есть мы становились. Ну, а получается на выходе в итоге они просто готовы к сезону. Да, они набирают определенную форму, объемы. Конечно, затем идет, надо, чтобы отдых был, да. Ну, они же не сразу там отзанимались и сразу пришли в спортивный зал. Кто-то может сразу. У них отдых, идет восстановление. И опытные тренеры, старшие коллеги мои, по своим наблюдениям, многолетним наблюдениям, говорят, что вот это, то, что летом наработал, все скажется, ну, там, в октябре, в ноябре. Вот почему-то они так говорят, но я как бы им верю, что их результат будет даже не в сентябре, а в октябре, в ноябре. Ну, и вот так прошло лето у всех, я так понимаю, воспитанников школы в одиноборствах. Ну, только двоих, но и у зданий. Кто-то по какому-то личному плану занимался, то есть это, ну, у кого не было возможности выехать в лагерь. Но в основном, конечно, все занимались. И много часто, многих спортсменов видел я в нашем парке культуры и отдыха. То есть туда вечером придешь, кто-то бежит, кто-то там с родителями гуляет, там на тренажерах занимается. То есть у нас как бы такой город, мне нравится, что он такой спортивный. Спортивный, здоровый, физкультурный. Физкультурный, хорошо. Хорошо. Продолжим программу. Ну, вот это те, кто вот отдых так проходит. Но у вас, наверное, кто-то и выступал. Или в этом году нет? Соревнования были, но в этом году спортсмены не выступали. Но, кстати, у нас тренер Дмитрий Владимирович Козыгашев, он же выступал. Он с 3 по 6 или 8 августа в Орле был чемпионат мира по рукопашному бою. Он стал очередной раз чемпионом мира по рукопашному бою. Второй раз. Второй раз. Ну, это не в очередной, второй раз, да? Да, да, второй раз. Мы привыкли просто, что он выигрывает все время. А как вообще мир сейчас проходит, учитывая реалии политические? Или все-таки здесь подразумевается чемпионат мира больше страны СНГ? Или рукопашка не попала в это число, где вот санкции? Нет, вот в рукопашном бое чемпионат мира прошел. Прошел на территории Российской Федерации в городе Орле. Могу ошибиться, но около 30 стран, 28 стран, что ли, участвовало. Я удивился. Даже там Германия была, Бразилия была. Вот такие страны, которые дальние. Ну, понятно, что наши страны СНГ были представлены. Там Узбекистан, Казахстан, Туркмения. Были Кыргызстан. Много спортсменов, смотрю, из Кыргызстана стали призерами чемпионата мира. Ну, Дмитрий Владимирович, конечно, показал свой класс, свой уровень, свое мастерство многолетнее. И победил, одержал победу. И так, знаете, уверенно победил. Соперники все те же? Нет, соперники сейчас другие уже были. Подросли новые молодые. Да, да, да. Ну, честно признаюсь, конечно, что спортсмены более молодые. То есть не было там у него 18-летних, там 20-30 лет. Вот такой диапазон. А у нас как раз сейчас Диме 30 лет. То есть он первый спортсмен у него с Таджикистана был, потом спортсмен с России попался ему. И в финале он вроде бы спортсменом из Кыргызстана выступал. Вот с этими спортсменами он, с российским спортсменом он встречался еще на внутренних чемпионатах. Молодой парень, такой перспективный, хороший. Ну, как бы Дмитрий Владимирович опытом своим взял его. А вот спортсмен из Таджикистана и из Кыргызстана он не встречался. Ну, это, конечно, наверное, у Димы надо спросить. Просто он тоже, вот есть два человека. Это вот Дима Казагашев, Саяна Сагатаева, которые каждый год заканчивают карьеру и каждый год потом чего-то выигрывают или где-то участвуют. Вот сейчас Дима опять участвовал, Саяна Сагатаева на сборах сейчас тоже готовится к соревнованиям, вернулся в спорт. По-видимому, это сила еще есть, здоровье еще есть, поэтому и выступают. Но про Диму могу точно сказать, что пришлось ему, конечно, непросто. Во-первых, это каждое соревнование – это весогонка. То есть надо согнать вес. Чем старше становишься, тем веса больше получается. Да, по нам видно, вот, собственно, особенно. Да, да, да. Веса больше, то есть надо сил больше прилагать, чтобы вес согнать. И, ну, соответственно, метаболизм уже не тот, тренироваться надо больше. Ну, как бы вес мы сделали, к соревнованиям подошли, скажем, не в лучшей физической форме, потому что там травмы были у него, нога, правая нога, голеностоп, что-то потом колено начало болеть перед соревнованиями. Но это вот сказывается. Ну, конечно, столько соревнований, все равно подтягивается там. Да, да, да. И эти микротравмы где-то накапливаются. И вот и получается, что редко, когда спортсмен, ну, это на моем примере, когда спортсмен подходит к старту идеально, готовый. Ну, это, конечно, такая заслуга тренера должна быть, чтобы он его идеально подвел. Но все равно спортсмен где-то, где-то перегрузится, где-то что-то травмируется. Ну, я лично сам раньше выходил, это все время у меня старты были, все равно где-то что-то болело. Нет желания самому тоже? Нет, это в прошлом, знаете. Когда я смотрю на детей, конечно, мне кажется, вот здесь так надо было сделать. Ну, как бы это всегда такие есть, такие тренерские придирки к спортсмену, что здесь надо было так отработать, здесь так отработать. Ну, видите, все мы разные, спортсмены разные, техника разная становится, другая, ну, более, может быть, новая, может быть, более эффективная. Хотя, казалось бы, старая школа, я думаю, что старая школа – это основа. Смотри, ну, мы с тобой все придем молодой тренер, молодой тренер, он уже не молодой тренер, он уже сколько лет тренирует? Ну, 30 лет ему сейчас, он тренирует. Лет-пять лет тренирует. Да нет, он тренирует, наверное, после института сразу. Ну, то есть, лет, наверное, 8. Восемь уже, да, уже опытный тренер. Уже опыт. Уже опыт есть, все. А вот еще есть кто-то, кто остался, кто работает, молодежь, потому что, ну, с братьями Казагашевым знакомы с 11-го, наверное, да, где-то так, когда у них вот и Япония была, и дальше результаты пошли. Кто-то еще вот потянулся вслед за ними, это уже следующие поколения. Ну, вот у нас сейчас, смотрите, если говорить по образованию, да, у нас наш спортсмен с нашего зала, Боря Нам, знаешь его, наверное. Конечно, да, он с моим тренировался. Да, да, да. Нам Боря, он закончил училище технику олимпийского резерва. Он в том году закончил, ушел в армию, вот сейчас в октябре приходит. То есть, я думаю, это вот молодой специалист, который в ближайшем будущем, может быть, приступит к трудовой своей деятельности в области, ну, физической культуры и спорта. У нас в этом году Гаджиев Мурат, тоже его, Анзор, помнишь, знаешь, да? Ну, тоже, да, еще. Он поступил в этом году в Московский институт физкультуры. Я забыл, как называется там, ну, хороший, престижный институт физкультуры. Тоже по направлению физическая культура. То есть, я думаю, что 4 года он будет специалист. Может быть, и вернется. Да, может быть, и вернется, кто знает. Но то, что продолжать будет выступать, это однозначно. Единственное, сейчас он там колено свое подлечит. Он сейчас реабилитацию проходит. Ну, где-то в этом году не будет выступать. С января уже начнет, наверное, потихонечку выступать. Ну, как раз Гашев так будет еще выступать, как колено подлечит. Ничего не говорил. Дима, ну, не знаю. Мне кажется, что он как бы уже в спорте достиг в рукопашном бое все. У него был и Кубок мира, и Чемпионат Европы, и Чемпионат мира, и международные турниры были. Ну, мы с ним разговаривали. Он говорит, что этот Чемпионат России, который будет проходить где-то октябрь-ноябрь, он пропустит. А потом видно будет. Ну, конечно, сейчас надо это. Главное здоровье. Сейчас он подлечится. Посмотрим по физическому состоянию. Но тренироваться он будет тренироваться. Потому что он уже говорит, мне надо там подкачаться. Говорит, я хочу манико-трепиться, хочу быть здоровее. Ну, это да, это уже как бы сила привычки, сила по-другому никак. Ну, тебя спрошу, наверное, вот когда Дима Козыгашев, твой мальчишка, да, начинал-то Алексей Николаевича твой, Мурат Гаджиев, твой мальчишка, Боря Нам. То есть вот они продолжают твою деятельность, они тоже становятся где-то тренерами, выступают. Что чувствуешь ты в этот момент? И лучше ли ты понимаешь своего наставника? Давайте сначала с моего наставника, да, с Алексея Николаевича Карамашева. Вот знаете, да, были моменты, когда я только приступил к трудовой деятельности. Я некоторые моменты Алексея Николаевича не понимал и в плане тренировок, да, и дисциплины. Вот спустя вот уже, не знаю сколько, более 20 лет, наверное, около 20 лет, да, стажу тренерского, я теперь, знаете, начал понимать. И оказывается, все это не зря было. Оказывается, мне казалось, нужна такая строгая дисциплина, чтобы они там как роботы, знаете, стояли там, шаг влево, шаг вправо наказуемо. А сейчас я смотрю, думаю, ребенок, он же ребенок, он же, это, у него внимание такое, он сейчас здесь, там, побежал сюда, и надо к этому относиться проще. И по большому счету, вот маленький ребенок пришел, ну вот маленький, я это говорю, там, ну, условно там 7-10 лет в этом диапазоне, да, и мы уже хотим из него сделать такого спортсмена-чемпиона. Это вот у меня раньше так и было. То есть я говорил, все, он должен тренироваться, он должен спарринговать, он должен выезжать на соревнования. А сейчас я такой думаю, да, ребенка надо в этом возрасте развивать. Его надо привить любовь к виду спорта, да, он должен быть ловкий, то есть с ним надо играть, с ним, да, какие-то общефизические упражнения делать, ну, укреплять его. А вот эта специализация ранняя, которая, там, наноси удары, побеждай, там, соревнуйся, это, знаете, только может быть, ну, не скажу, что мешает, это должно быть как бы в дополнение. Но сначала он должен развиваться, потому что шишек набил, опыт, на своем опыте все это ощутил, когда мы ребенка сразу к специализации его привлекаем, он начинает у меня выступать, спарринговать, там. Обычно это, знаете, ну, несколько лет, там, год-два-три, и ребенок заканчивается, потому что он как бы наедается всем этим, если он еще, а если еще начал рано побеждать. За все выиграл. Да, уже все, ему уже неинтересно. А вот дети, которые, там, начинают после, там, 12 лет потихонечку, где-то, там, где-то раз третье место, где-то поучаствовал, победил, там, ну, себя преодолевают, вот они как-то, у них такое, знаете, спортивное долголетие продлевается. То есть основная задача тренера – это подвести спортсмена, вот, нашим, да, в городской спортивной школе, подвести их спортсмена к 16-17 годам, чтобы он на 16-17 лет, он уже, как бы, такой, выстрелил хотя бы, там, на уровне, там, в России, да, попасть. А уже спорт высших достижений, там, что-то вроде, как чемпионаты России, чемпионаты мира, это уже, там, надо постепенно после 18-20, там, лет, но, а не надо делать из ребенка 10-летнего, уже, там, чемпиона всего на свете. Да, ну, это вот один, а вторая часть вопроса, как вот то, что ребята по твоим стопам пошли. Ну, приятно, знаете, приятно, когда, допустим, ты, там, какой-то небольшой след оставил, был примером, да, для спортсменов, и они, как бы, хотят походить на тебя, ну, на меня, там, на Диму Козыгашеву, не уходят из отрасли, то есть они работают, трудятся, им нравится вид спорта, им нравится вообще физическая культура, им нравится преподавать, давать свои какие-то знания молодому поколению. Мне приятно. То есть, ну, по крайней мере, они уже так говорят, ой, мы будем, там, мы будем, там, тренерами. Ну, думаю, рано на вот такие слова. Рано на такие вещи говорят, надо сначала. Ну, время покажет, да. Ну, пока вот у нас два точно. Кстати, у Дениса, да, надо радостным событием поздравить, да, правильно? Сын младший пошел в первый класс. Да, поздравляю, поздравляю. Это важное событие, второй раз уже у вас первый класс, правильно? Третий. А, три, да, третий. Вероника, Руслан и сейчас Тимур. И, кстати, хочу добавить, сегодня вот у моего первоклашки, у Тимура, еще и день рождения. А, еще и день рождения. Ему сегодня семь лет. Вот, и тем не менее, Денис, вот в студии, это значит, человек знает, что такое, должен прийти. Спасибо большое, что пришел, Денис. Но мы продолжим, у нас осталась еще одна часть программы. Это вот лето, да, это подготовка, это вот тренерская составляющая. Но самое-то интересное, вот начинается, начинается новый сезон, новые соревнования. Какие планы вот сейчас до нового года, да, чем будете заняты? Какие соревнования, насколько ребята готовы, какие задачи стоят перед ними? Ну, у нас прошла уже одна тренировка, тренировочное занятие, но в связи с выборами у нас они перенесли. Сейчас с понедельника усиленно начнем заниматься. Первый старт у нас будет, это 28-29-го в Черногорске будет первенство чемпионата Республики Хакасия по рукопашному бою. Это наш первый старт. Октябрь у нас тоже весь в планах. Будет Сибирский федеральный округ, первенство и чемпионат Сибирского федерального округа. Это по рукопашному бою, да. В октябре у нас много региональных турниров по карате, по сестилевому, по косике карате, много турниров. План такой насыщенный. Я думаю, что на оценку 5 должны выступить. Хотя, знаете, с каждым годом конкуренция увеличивается, становится сложнее, дети подрастают. Подрастают. И у нас, знаете, вот у нас в зале точно, вот как-то, знаете, поколениями. У нас по одному возрасту подъем, по другому спад, опять подъем, спад. Вот сейчас 16-17 лет вот этот мальчишки 11 класс позаканчивали, девчонки. Кто-то поступил. И сейчас на их место там 14-15 лет подтягивается. То есть такая интересная работа. Планы большие, амбициозные. В этом году очень хочу, чтобы у меня салфетников Андрей стрельнул. То есть он сейчас кандидат в мастера спорта. Вот он такой подмастерие. Если в этом году, учебном году, удастся вывести его на мастера спорта, буду очень доволен. У нас в этом году, в феврале, выполнил мастера спорта Арис Майнагашев. Он выполнил. Сейчас вот документы поданы, ждем приказа на присвоение. В этом году он еще закончил училище технику олимпийского резерва по направлению пожарной безопасности, МЧС. Сейчас поступил в этом. Вот уже учится в Академии МЧС в Москве. Спортсмена потерял, но он у меня поступил в Академию. Прям я доволен. Я молодец. Сколько у тебя мастеров уже? Не считал? Не, не считал. Знаете, тут надо считать, мне кажется, больше не по количеству мастеров. Надо считать по детям довольным, по количеству детей, сколько занимается. Особенно я считаю, что показатель любви и вида спорта – это единоборство особенно. Это количество занимающихся девочек. А, вот так, да? Да, да. Ну, это вот мое личное мнение, потому что я как папа, и у меня старший ребенок – это дочка. И я вот смотрю, что когда родители приводят детей, ладно, мальчиков, девочек приводят в единоборство, для меня это прям, знаете, как бальзам на душу. Я считаю, что это показатель доверия тренеру, показатель доверия виду спорта. Именно единоборство. Да, единоборство, да. Когда девочки занимаются в зале. У нас девочки занимаются в зале. Много. Ну, достаточно, да. У меня даже был период такой, знаете, когда в группе стояла половина девочек, половина мальчиков. А их там где-то около 20 человек. И вот такое, ну, около 10 девочек. Ну, вот это замечательно, вот это хорошо. Вот так все это рассказываешь. И понятно, что у вас сейчас будет очень интересно осень. Мы где-то там постараемся тоже побывать. Но сейчас наверняка у родителей, которые посмотрят, возникнет вопрос, как попасть. Можно ли еще попасть в набор? Есть, нету? Или надо приходить после Нового года, как сейчас? Потому что эти перетурбации, которые были, постоянно все-то менялось, менялось. Как к чему пришли-то в итоге? Нет. У нас, да, в карате и в рукопашном бою набор, он идет, знаете, круглый год. Круглый год. Потому что дети приходят, дети приходят, они, допустим, пришли, отзанимались там неделю, две, может быть, месяц. Он определился, что ему, допустим, этот вид спорта не подходит. Он, допустим, уходит. Ну, текучка такая присутствует. И вот мы, допустим, максимально набираем, и чтобы потом мы понимаем, что текучка будет. И детки какие-то остаются. У нас с того года, ну, детки остались, в этом году детки прибавляются, и кто-то из них, я уверен, что останется. И поэтому набор идет, ну, сентябрь, октябрь активно идет набор. И у нас, как бы, знаете, если брать целое единоборство, то, что греха-то эти, в очередь не стоят. То есть, получается, тренер, он постоянно набирает. Вот я кого-то здесь тренеров знаю, и по борьбе, и по боксу, круглый год к ним дети приходят, и они их берут. Да, если ребенок, допустим, не с сентября занимается, там, с октября с ноября, он какую-то часть нагрузки уже пропустил, ну, ничего страшного, он втянется, догонит, а некоторые дети даже и перегонят остальных. Ну, у вас есть какие-то требования, ограничения, там, правила? Ну, основное требование, это, чтобы была справка от врача. Чтобы мы, допустим, понимали, что ребенок здоровый, что его, ну, нагружать, давать нагрузку ему можно. Ну, что ж, я надеюсь, что сейчас родители посмотрят и захотят прийти пополнить ряды ребят, которые занимаются стилевым каратэ и рукопашным боем. Куда идти, вы знаете, у нас школа «Одиноборс» находится на Вяткино, но спортивный зал, где тренирует Денис, это у нас центр детского творчества. Поэтому приходите, я думаю, прекрасный вид спорта. Дениса еще раз поздравляем с днем рождения сына, ну, и с возвращением в нашу школу. Спасибо большое, что пришел сегодня, Денис. Всем большое спасибо, очень приятно, что пригласили, очень приятно, что, ну, какими-то своими мыслями могу поделиться. Всем здоровья и мирного неба над головой. Все, на этом мы и закончим нашу программу. Сегодня, напоминаю, выборы продолжаются. Впереди еще два дня голосования, поэтому, если кто-то сегодня не упал на избирательные участки, приходите делать свой выбор. Ну, а я прощаюсь с вами. Это была программа «Спорт-Анзор». Увидимся. Спорт-Анзор.